Одесса Даже не подозревающих, что под их ногами, буквально в 10 метрах, есть другой город. Город, который никогда не видел солнечного света. Город в три раза больше Одессы. Город партизанской славы, жутких легенд и пропавших без вести людей. Я нашел проводника в этот подземный город. И прямо сейчас я туда буду отправляться. Всем привет, вы на канале Шульц Паранормальный. Сегодня мы с Валентином посетим для вас интересное место. Пройдемся по лабиринтам одесских катакомб. Это огромный подземный город, который вы сегодня увидите. Так что подписывайтесь на канал, досмотрите видео до конца, а мы погнали. В общем, проникли мы, ребята, в катакомбы. Недалеко от ослеот входа, вещи свои спрятали. Будем сейчас выдвигаться в подземный лабиринт на большую глубину. Оставайтесь на связи, я вам что-нибудь интересное сегодня обязательно покажу. Потому что не может быть такая вылазка без интересных, красивых видеороликов. Вот так вот, ребята, говнотечка. Люди пробивают незаконно дырку и сливают в катакомбы свои нечистоты. У меня челюсть падает. Здесь был нормальный ход, полный рост. Вот упал обвал. Значит, вот это его уже расчистили. То есть здесь убрали камни. Было спасибо тому человеку, кто это сделал. Потому что было очень некомфортно. Надо было буквально пролазить. Вот эта глыба, которая может убить не то, что нас, а я думаю, и танк она тоже повредит. Она упала буквально лет 6-7 назад. Ну, до 2016 года. Ну что, ребята, это произошел обвал. Поэтому достаточно опасное место. Ребята, идем по централке. Тут такая вот колья. Да, значит, камень вывозили лошадями. Вот это следы от тележки. На тележке стоило 24 штуки камня. И если вы нашли ее в катакомбах, это очень хорошо. Скажем так, если пол плоский и присыпан пылью, это значит, ход не главный. Это главный ход, это спасение, он гарантированно ведет к выходу. Единственное, что старый выход может быть давно засыпан. Мы двигаемся вглубь сложной закольцованной системы, в район под названием Красный Керосин. Через каждые 20 метров развилки с множеством коридоров. Неподготовленный человек тут обречен. Но у нас опытнейший проводник и кровет Валентин с канала Романа Маузера, изучавший эти места с 80-х годов. Для сравнения, длина всех улиц города Амельоника Одесса составляет чуть больше 850 километров. В то время, как исследованная длина подземных ходов составляет более 1800 километров. Это как от Одессы до Парижа. Сегодняшняя наша цель дойти до далекой базы, чтобы там накрыть стол и отметить Рождество. В смысле, часто пришло, приходилось идти на колени? Обалдеть. Кстати, для Влада, я тебе тяжело поверить, потому что этому говну миллион лет. В 80-х это был перекресток для перекуров, там принято было сидеть курить сигарету. Ты тогда заходишь? Нет, вот это где говно. Когда заходишь, типа... Да. То есть здесь... Нет, вход был закрыт. Входа не было. Вход был намертво, закрыт еще и за бутылку. То есть этого входа не существовало. Здесь, когда шли по централке, вот на керосину, вот так вот. Здесь было принято просто... Тут музей был, ребята, которые разграбили. А это у нас что? Это база, где была свадьба, но ее переделали. В смысле, базу переделали я не вспомню сколько раз. Кстати, люди называют база Лисы. Это неправильно. База Лис или Лиса. В 70-е годы ходил Олег, у него было погоняло Лис. Вот это его база, вот и все. То есть это ступеньки, стол, сидеть, можно кушать, отдыхать. Да, да, вот. Значит, в 2010-м здесь была свадьба. Здесь все выглядело иначе. Был другой стол, это уже переделанный. Высокий, красивый, ровнее, лучше, чем этот. Скатерка, базы с розами. И стены и потолок были украшены воздушными шариками. Классными делами. А здесь было почти ложа свадебная вот тут. Да. Офигеть. Здесь было действительно, как в какое-то подземное кафе. Это одна из ближайших баз, которая, к сожалению, разрушена в настоящее время. Глубже, куда мы идем, будут базы в лучшем состоянии. Комнаты, где жили партизаны и даже база язычников. Вот недавно, 3 года назад, кто-то отстроил заново новенький столик. Все отлично. О, я тебе поэтому могу шапку делать. Шапку, че фонарик не поломал? Это большое. Валик, меня удивляет, что вот это место, оно конкретно, это 19-е конец, правильно? Да. И как оно так сохранилось? Камень хороший, Влад. Здесь очень, по меркам оделся, очень хороший камень. Ну, это показатель. Видите, что он однородный. Он нету этих вырослений. Он классный, он реально. Так, ребята, будем лезть через говнотечку. Просто он очень, очень давно засох. А вот это хуйниксов не было. Ребята, вы нашли базу. Это я точно. Лежак. Кто-то тут, когда-то отдыхал. Киевляне. Ребята из Киева вот здесь жили. Ющенко так. Кто и помнит эти годы седые. Я выкупил, как у меня на телефоне яркость увеличивать. Потому что у меня видео обычно очень херовое. А теперь у меня офигеть они яркие получаются. Нет. А, пожалуйста. 96-й год. Питер какой-то. Горец или Героиц или Георг. Город. Город Питер. 96-й год. Каким-то углём написано или чем. Катакомбы тут неглубокие. Поэтому корни растений прорастают через щели в камне. Кроме этого, мы обнаружили странную неизвестную бактерию или гриб, выделяющую запах керосина. Пятна блестящие. Если потрогать пальцем, я не хочу пачкаться. Они жирные. Ты надо мыть с мылом руку после этого. Это нефтяная фракция. Это бактерия, которая выделяет какие-то углеводороды. Она пахнет керосином каким-то? Офигеть. Вот чувствуешь запах. Чувствуешь запах. Единственное, что удивительно. Она разноцветная. Да, пахнет горючим. Мы увидим дальше. Да, вот. На плесень похоже какую-то. Не, она тупо течёт, течёт. Плесень это гриб. Кстати, смотри. Она течёт. Она течёт. Тогда в этом и есть какая-то логика. Странная ерунда. Он даже не знаешь ни керосином больше, а чем-то... Чем-то нефтяным. Это у нас выход на огороде. Сходи до конца хода. Так, ребята, это выход. И скотоком был когда-то. Сейчас вам покажу. Но он забетонирован, говорят. Хоть большинство выходов дуна замуровано, но всё равно видно, что это вход по массиву находок, которые попадаются в наклонной шахте. Катакомбы являлись убежищем как для простых людей, которые прятали тут своё добро в годы раскулачивания, так и для криминальных элементов и контрабандистов. В годы же войны тут были партизаны. Да и сами рабочие много чего оставили после себя. Что-то тут делали. О, интересная находка. Сейчас я вам расскажу, что это. Это же наклонка. Это гильза от винтовки Маузер. Да, да, естественно, не удивляйся. Это Маузер, а вот это у нас? А это у нас тоже Маузер. Серёжа, неизвестно, ты не видишь за край. Вот экран есть. Ну где, покажи. Проточка. Такая же самая гильза только сгнила. Это Маузер по размерам. Так Маузер точно такая. А, это Маузер. Маузер, она немножко другая, но? У Маузера просто этот вот, ну ты понял. Она просто лежала на баеках? Нет, лежала на камнях. Да хуя. Вот. Не успели отойти, а вот попалась такая находка. Знаете, что это такое, ребята? Что это? Это пенал от винтовки Мосина был когда-то? Да, да, да. Серьёзно? Да, там внутри были принадлежности для чистки винтовки. Вот так вот он выглядит. Почему? Я понял, потому что вот здесь вот есть у нас такая вот прорезь. И вот у прорезь вставлялась отвертка. Это пенал от винтовки Мосина. Вот в эту дырочку вставлялся шомпол, чтобы чистить винтовку. Просто оно настолько заржавело, что самон неуздуваемый. Да. Вот я сейчас покажу, насколько неуздуваемый, можно ставить винтовку. Бляд, это здесь оказалось? Ребят, смотрите. Тут лежит у нас интересная вещь. Ну, оно что лежит? Это у нас. Патрон настоящий от винтовки Мосина. Не удивляйся, да, это нормальная же патронка. Мне хочется посмотреть датировку. Это Мосинка. Это Мосинка, да. Не патрон, Гильдер. Он без накола, это патрон. Пуля, сгнила? Нет, я имею в виду, пуля нет. Сгнила, сгнила. Нет, это земля, посмотри. Его ковыряли уже. Это не металл. Это гильза. Белый свинец сгнился. А, да. Это патрон, это патрон, ребят. Все, да. Так, ребята, вот показывают фотографию, которая была найдена на Шкодовой горе. Это была винтовка когда-то, которая просто сгнила. Да, только она настолько сгнила, что узнать ее просто нельзя. Вот видно затвор. Ну и, в принципе, все, все остальное отгнило. Вот, отошел в сторону, нашел такой вот пузыречек когда-то был. С крышечкой. Это, скорее всего, была медицина. Вот так вот он лежит уже несколько сотен лет на камнях. Так же, как и билет Одесса. Одна гривна. Лет 15 назад была одна гривна стоимость трамвая или троллейбуса. Вот из находок, ребята. Это разбитая, расплющенная пуля. Сгнившая. Винтовочная. Тоже лежала среди камней. Тут же были партизаны. Возможно, тут были перестрелки. И вот, собственно говоря, их до Великой Отечественной войны. Мы подходим к одному из колодцев, через который, по легенде, местные жители снабжали партизан продовольствием и передавали информацию. Пить воду из таких колодцев нежелательно, так как она имеет высокую минерализацию. К сожалению, многие из этих колодцев погубили жизни людей, неаккуратно ступившихся на скользких, ломких краях ракушечника. Мы сегодня посетим один из таких мрачных колодцев, унесших жизнь сталкера. Есть версия, что во время войны его использовали. Почему он здесь использовали для доставки пищи и всего остального? А он еще сверху, во время оккупации. То есть здесь происходило... Как называется? Тут снабжали местные жители, помогали партизанам пережить оккупацию, румынскую оккупацию. Кстати, по поводу румынской оккупации Одессы и роли подполья в освобождении города, мы вам расскажем уже на базе, поэтому не переключайтесь. Будет интересна историческая справка тех, кто хоть что-нибудь интересуется. Те, кто хоть как-то интересуется в истории, для вас это будет мастерская. Кстати, у нас ступеньки вырубленные. Ого. Я и не видел. А я сам только сейчас заметил, хотя 10 лет ходил. Блин, нифига не видно там. Они, может быть, пытались сделать. Наверное, пытались. А, нет, подожди, стой. Только, блядь, не наебнись. Да, да, да. А, ну, просто посвети туда, я сниму. Не знаю, что он заснимет. Ох, он высокий, ё-моё. Ну, сколько здесь? Там метров 20 туда, блядь. Нет, нет. 10. 10 метров. А там что сверху? Еще? Закрытый. А-а-а. Понял. А-а-а, блин, слушай. Что? А-а-а, держи меня, на всякий случай. Просто. За рюкзак. За рюкзак я не удержу тебя, если ты набнешься. Через него влазить можно было. Там специально сделали... Ну, вообще-то в Одессе, в истории партизанства есть такая вот статья, как люди помогали местным жителям, мне вероятно, помогали партизанам, спуская хавчу в колодец. И румынские власти оккупационные, в принципе, не понимали, почему люди там... Ну, вообще, я их не замечали. Ну, пришла какая-то баба с ведром. Ну, по-моему, еще двойное дно. Ну, по факту, это оно и есть, вот этого двойное дно, потому что вроде как кидаешь в ведро и внизу колодец, да? А по факту, вот, если такой вот ход, ты можешь что-нибудь принять. Да, это вам собака. И собака сверху. А-а-а-а! А-а-а! Псину напугаешь. А? Псину напугаешь. Ну, ладно. Ладно. Но он не боится. Аня привыкла, наверное, всякие такие орут. Время от времени. Б***ь, это сильно! Сука, почему я этого раньше не замечал? ну не знаю туда же мы вышли да валентин нас ожидает похоже на какую-то вытяжку как будто измерить закрывалась может быть какими-то лепестками то ли о ребят смотрите ссср сметана такие артефакты тут ребят попадаются и причем крышечка достаточно такая неплохая по ходу какого на года 85 может с пятого года так пластмасса ж не она не изменяется то понятно вещь да вот это вот это имитация унитаза ты типа хотели сделать о слышите тут такая разумная этот надпись кто опоздал тот не хочет это дата это получается с 7 месяц или третий месяц 7 марта 7 3 7 марта 1893 года это номер один какой-то то ли шахта то ли номер один нет это номер забоя туда где добывали как он база какая-то есть нет это чувак больше 20 года 22 23 назад конце 90-х он сложил камень близко из подвал частный выход человек все приготовил камень для строительства в портфель тяжелый ох но интересно ох были он еще кто-то ход куда-то ушел красиво тут такая забойка или шо это за забутовка битого стекла на фига только ради бога не упадите он него легко упасть вот колодец ребята где погиб человек человек туда упал случайно и все погиб к сожалению вот так вот у какая-то приблуда интересно в стенке торчит непонятная с ножку заметил до печально история такого ребята попали мы на стоянку расскажи просто валентин что было здесь прятались люди в войну и что мне удивляет обычно если есть стоянки то их сразу много то есть много комнат здесь единственная комнатка вот есть еще комнаты намного дальше может они может они поссорились я не знаю не захотели с ними жить ну что гильзы от винтовки мосина были и был ржавый замок навесной замок дико в диком состоянии то есть зачем мы подземной замок не лад идет вот интересную надпись увидели горкуша да да сейчас расскажут историю говорят что очень важная значит горкуша старая надпись видно по почвам грекуша это уже шутка просто в адресе горкуша это кличка как говорят погоняла иван гаврилович аркушенко его назвали горкуша либо старик горкуша он был проводником партизанского отряда молодца выпадаю вот самого значит он совершил подвиг после распада отряда очень удивительная забытая история летом к лету 1942 года партизаны стали уходить из катакомб потому что командира давно взяли в плен расстреляли связаны их тоже то есть отряд остался без руководства был деморализован они приняли решение расходиться из катакомб но уходили не толпой они разбились на руку по два-три человека чтобы не вызывать особых подозрений значит горкуша со своим товарищем николаем мидерером шли по направлению к селу маяки они не дошли буквально немного и всплотили румыны значит дело в том что если человек год сидел в катакомбах он воняет плесенью кожа побелела то есть видно что он был в катакомбах как ни странно это накладывает отпечаток если долго жить в катакомбах они стали отпираться рассказали да что мы партизаны но они решили деморализовать мы вслед них страх они рассказали что под землей сидит не партизанский отряд а армия то есть реально армия только ждет приказа когда вылезть из катакомб и начать наступление румыны им поверили как узнали что им поверили в 1944 когда наши войска вошли в румынию в архивах сигуранс это военная полиция румынская до секрет сервис нашли документы его допросов и заверенное что этому можно верить и по сведению соответственности значит в чем прикол румыны всю войну задержали две дивизии солдат ждали наступление от армии то есть две дивизии румын не попали может дать чуть-чуть свистите спасибо большое две дивизии румын не попали на фронт из-за вот этого человека а дивизия это 16000 человек да единственно что две неполных ну где-то человек 25000 не дошло на фронт то есть там не полностью две дивизии но маленькая деталь если бы эти две дивизии попали под 100 градусов могло бы и переломить ход событий 25000 все-таки вооруженных людей можно сейчас я бы рассказывал тебя это на румынском вот сейчас ее разваляли это база любителей мистики получается так 90-х может быть а есть целая база было короче а я залги тоже не кто-то развалят мне ничего не осталось прикольно тут такие изображения на египетский манер бог да и гипс как он там назывался это гор бог гор бог орел на вот бастет богиня кошка вот там если пролезешь туда вон анубис бог шакал не бог мертвых да но без бог мертвого москар обе и скарабе из причем да не существует как не существующие существующие в мифах и легендах до исторических газет неизвестно каких годов на третий час мы практически без передыха идем на дальнюю базу по лабиринтам и ходам я давно уже дезориентировался и доверился нашему проводнику валентину с каждым поворотом на стенах все меньше современных надписей и теперь можно рассмотреть граффити оставленные шахтерами девятнадцатого века прочувствовать ту самую атмосферу 200 летней давности когда забойщики шли этими ходами с пилами на смену чтобы в конце дня вывести на конной тележке 24 куска камня эти 24 куска камня в итоге где-то легли фундаменте старинной и роскошной одессы развалили стенку окно так и осталось заложено это типа кошечка секретно да вот очень многие базы делали вот так здесь стояла стена до потолка а сюда можно поползать какая-то непонятная ерунда видимо как колбасили по не били сзади меня снимает видите ребята камни повреждены какой-то плесенью странные непонятные красные она воняет почему-то керосином видите все красное побитое бурое все такое прикольный контраст такой углов вообще необычно так вот а потерялся где-то да внутри пахнет керосином и она тупо все сверху как будто бы я попросекала не знаю как будто она болят фракция какая-то попропиталась лишь она еще и не просто но еще по как будто ржавчина покрылась странная и неизвестная бактерия или гриб поразила камень и теперь в этом районе тяжелый запах керосина именно поэтому этот район подземного города и называется красный керосин интересно запах конечно как будто я блять на какой-то авто заправочной станции какой-то ход дальше нет мы же большое кольцо сделаем а вот то что мы говорили приходит фиолетовый вид так вот необычно выглядит и давно начали эти проявления проявляться заметно сколько сколько люди ходят под землю первые поисковцы застали его здесь он уже был в шестидесятые годы смысл вот это первое место где он появился здесь он живет больше шестидесятых он оно я не знаю как она если бактерия то она мэра бактерия какая-то но удачи это не может быть что-то другое пока не выяснилось надеюсь выяснилось так у нас там влад что-то разлаживает хочет сделать красивые фотографии на зеркалку да это вот непонятная бактерия ты хочешь сфоткать бактерию ли сам сфоткаться а я понял тебя что не видишь быстрее на этот пейзаж это вам не мальдива да ребят смотрите какой-то не болеем это она прорезала люди оси на телеге оси может быть повырезали повыбивали торчали но это встречается везде в любом большом районе как бы ну то есть небольшая шахта вот там была очень смешная история в семидесятые годы то есть те места нашли очень поздно где-то в семидесятые поисковцы были влюблены идеально аккуратная стенка на цементе причем под землей есть и стенка на цементе она очень грубо то есть здесь никто не соблюдает какие-то эстетические нормы как наляпали так наляпали а тут как будто ну как наверху в здании как будто шлифовали они естественно принесли лом и стали ее ковырять то есть очень быстро с той стороны им стали стучать оказалось это подвал магазина сейчас есть но тогда единственное что он поменял свой профиль тогда это был магазин как в селе магазин то есть продается гастроном морские водка до все вместе а сейчас это магазин бытовой тир ганс 80 мы почти пришли на дальнюю базу чтобы отдохнуть и отметить рождество на базе я записал интересное интервью с валентином где задал ему много вопросов про подземный город его появление про самые интересные артефакты которые находили тут и другие не менее любопытные вопросы отпраздновав рождество мы выдвинулись в обратный путь но не смогли найти короткий проход найдем ли мы проход чтобы благополучно вернуться на поверхность смотрите это в следующей серии какие то надпись вон 33 г это точка съемки г кстати это я в смысле это мы снимали в 91 с греком г это грек и гном это просто наша съемка вот такие ребята раколазы ракоходы жопелазы это и Продолжение следует...